Все события персонажи вымышленны, любые совпадения с реальностью случайны. О чем ты говоришь? Бедная Клара. Она будет безутешна, когда ты умрешь. Не вмешивай Клару. Я не вмешиваю. Это все ты. Ты ее втянул. Хочешь написать записку? Я передам. Не смей трогать Клару. Спасибо, падре. Теперь у меня есть алиби. Хлеб? Да, хлеб. Хорошо. Слава богу, я же говорила. Подождите. Не трогайте меня? Три года тюрьмы за неуважение к властям. Минутку, вы меня оскорбляете? Спокойно. Арестуйте этих женщин, комиссар. Ты не посмеешь убить меня здесь. Я и не буду. Наоборот, я попытаюсь тебя спасти, но не смогу. Карахи не промахивается. Сукин сын. Какой позор, падре. Карахи вам помог, а вы его предали. У него не осталось выбора. Факунда Арана. Нэнси Дюпла. Леонор Бенедетта, Нора Карпена. Рауль Риццо. И Карина Зампини. В сериале «Падре карахе». Идея Адриана Суара. Сценарий Маркеса Карнивали и Марсела Герти. Режиссеры Мартин Сабан и Себастьян Пивотто. Обыщите их. Это я ношу на всякий случай, если на меня нападут. Я пришла с просьбой, и я ни при чём. Я тем более ни при чём. Вы сами напросились. Пожалуйста, отпустите меня. Идёмте, идёмте. Застрелишь меня и свалишь вину на другого? Ты это задумал? Трус. Заткнись. Опустите пистолет. Вы видели, инспектор? Этот человек хотел убить меня и подставить Карахи, так же, как меня подставили с Падре Хустина. Опустите пистолет, Арасио. Не вынуждайте меня стрелять. Только медленно. Ну! Энна, что-то случилось? Тсссс! Она уснула. Иди, я посижу. Спасибо. Кипа, это была не я. Я точно видел. Тише, не разбудите. Моё удостоверение. Пропало моё удостоверение. Это Нора. Как Нора? Она надела парик. Зачем ей моё удостоверение? Чтобы выдать себя за тебя. Она где-то в доме. Посмотрим наверху. Инспектор, я требую, чтобы вы немедленно освободили моего сына. Ваш сын пытался убить священника Коста, я сам видел. Ради бога, он хотел его попугать. Арасио в своей жизни мухи не обидел. Я в этом не уверен. Так что пока я не разберусь с этим делом, он останется здесь. Уведите. Арасио! Смотри, чтобы утром священник был жив, иначе тебе придётся совсем не сладко. Но, инспектор, священник-убийца. Вы не можете посадить моего сына к нему. Не волнуйтесь, господин мэр, это на одну ночь. Завтра священник уедет. Куда его переводят? Никуда. На свободу. Вы спятили. Он единственный, кто может привести нас к арахе. Я не могу его больше задерживать. Нет тела, нет преступления. А сутаны Падро Хустина недостаточно для такого обвинения. Но, инспектор, должен же быть способ. Вы умный человек. Подумайте хорошенько о своей карьере. Если вы схватите к арахе, вы получите премию, может, даже повышение. Неужели вам не хочется? Скобар, на каком основании их задержали? Это произвол. Я пришла подать заявление, а вы... Вы хотели меня отвлечь и устроить священнику побег. Вы его сообщницы. Ради бога. Вы лучше других знаете, что он не виноват. Хватит притворяться. Когда их отпустят? Они свободны, можете забирать. Хорошо, но сначала вы освободите Падро Хуана. Он не может оставаться в одной камере Сарасио. Бестыжие, ты говоришь о своем муже. Нет, сеньор, я говорю об убийце. Хватит. Господин мэр, вы свободны. А вы, сеньора... Инспектор, я не уйду, пока не получу гарантию, что с Падро Хуаном ничего не случится. Я даю вам слово. Более того, я собираюсь его выпустить под залог. И сколько это можно узнать? Пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч? Где мы возьмем такие деньги? Попросите у своего дружка Карахи. Не может быть. Завтра же весь город узнает о том, что здесь происходит. Я соблюдаю законность. Только и всего. Неправда. Вы используете священника, чтобы схватить Карахи. Вы ничем не лучше косты. Выбирайте выражение, если не хотите, чтобы я передумал и оставил вас здесь. Возвращайтесь, когда найдете деньги. Сукин сын. Идем, Клара. Нет. Мы ничего не можем сделать. У меня идея. Я попрошу дежурного, чтобы он разрешил свидание с Карахи. Если тебя увидит Эскобар, мало не покажется. Положитесь на меня. Вы говорите, что Нора украла документы, чтобы выдать себя за Нэну? Подумай сам. Полиция ищет Нору Понса, а не Лурдес Берналь. Господи. Если она доберется до границы, не дай бог. Не волнуйся, все будет хорошо. Как я могу быть спокойной? Она забрала мою дочь, понимаешь? Не бойся. Мы их найдем. Если девочка не вернется, я умру. Не говори ерунды. Уйдите все, оставьте меня одну. Пожалуйста. Идите, идите. Ты тоже. Нечего сидеть и таращиться, уходи. Извини. Сделай что-нибудь, Пипо. Подождите, доктор Понса. Надо найти Нору, даже если придется перевернуть землю. Ее необходимо найти. Доктор Понса, пожалуйста, помогите, найдите мою дочь, умоляю. Я не хочу, чтобы Муда тоже умерла. Пойду что-нибудь приму. Мне так плохо. Господи, неужели я вырастил такое чудовище? Как могло такое получиться? Сеньора? Да. Извините. У вас есть минутка? Конечно. Я знаю, что сейчас не самое подходящее время попросить зарплату. Вперед. Это шутка. Предупреждаю, я не в настроении. Мне не до смеха. Сеньора, поймите, я не мог оставить Анну в тюрьме. Не мог. Дарьо, она моя дочь. Я страдаю не меньше. Может быть, больше других. Но ты... Тому, что ты сделал, нет оправдания. Вы правы. Правы. Что ты делаешь? Опять? Сколько раз ты снимала эту форму, Дарьо? Послушай, я тебя не выгоняю. Я просто говорю, что я сердито из-за того, что ты сделал. Ты не имел права так поступать. Неужели ты не понимаешь, что рано или поздно я бы заплатила залог? Да. А ты как думал? Зачем тебе деньги? Я хочу купить пистолет, сеньора. Я знаю, что Ольмас на свободе. Нужно быть готовым ко всему. Зачем пистолет? Как зачем? Чтобы защищаться. Вдруг явится Ольмас и решит убить Анну. Мне нужен пистолет. Ты до сих пор ее любишь? Да. Ладно. Возьми в ящике, сколько нужно. За пистолет заплачу я. Нет, нет, ни в коем случае. Не спорь со мной, это приказ. Я к тебе так несправедливо дарила. Прости. У вас одна минута. Спасибо, офицер. Я этого не забуду. Клара. Привет, дорогой. Как ты? Порядки? Да? Да. Слушай. Судья назначил высокий залог. Я не знаю, где достать такие деньги. Не бойся. Меня скоро выпустят. Они знают, что я не убивал Хустину. Конечно, не убивал. Я тоже это знаю. Я тебя вытащу. И я дал тебе свое имя. Да. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Я вышла за тебя, хотя безумно любила другого. Я тебя люблю, милый. И я тебя вытащу, обещаю. Я тебя не оставлю. Я помогу. Клара. Клара, что ты здесь делаешь? Я тебя люблю. Пошли. Люблю. Она мечтает, чтобы я умер. Трянь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Привет. Здравствуйте. Позови Клару. Она дома? Что вам нужно? Я пришел поговорить. Дарья, пожалуйста, оставь нас вдвоем. Не бойся, если что я позову. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь 50 тысяч. Этого хватит, чтобы внести залог, и Попик окажется на свободе. А за это ты вернешь бумаги, которые ты украла в подвале. Что такое? Ты не хочешь увидеть Попика на свободе? Или у тебя уже нет бумаг? Знаешь, у кого они? У меня. Все доедины, они почти не пострадали. Это было непросто. Они оказались в самом низу. Пыль, грязь и все такое. Но я предложу другой договор. Я дам тебе 50 тысяч. Ты освободишь Попика и скажешь мне, кто Карахи. Когда он будет у меня, я дам тебе еще 50 тысяч, и вы сможете уехать вместе, куда пожелаете. Можешь оставить все себе, а Попик пусть сгниет в тюрьме. На твой век, мужчин, хватит. С избытком. Я не выдам Карахи. И не предам Падро Хуана. А в тюрьме сгниете вы. Жаль, что мне не удалось тебя вразумить. Но еще больше об этом пожалеет Попик. Нет. Я его вытащу. Я заплачу залог. Клянусь, мне поможет весь город. Поглядим. До свидания. В чем дело, Падре? Совесть замучила. С моей совестью все в порядке. Я боюсь, что ты меня убьешь, когда я усну. Ты ведь любишь бить в спину. Слушайте, я вас не понимаю. Если вы так любите Клару, почему не уедете из Лакрус? Вы понимаете, что подвергаете ее опасности? Или дело в Карахи? Нет, не в Карахи. Клара должна быть в полной безопасности в Лакрус. Впрочем, как и все остальные, все должны жить здесь спокойно. К сожалению, встречаются негодяи вроде тебя и твоего отца, которым нравится отравлять людям жизнь, особенно хорошим людям. Карахи такой же убийца. Врешь. Это ты врешь. Ты носишь сутану, а сам соблазняешь женщин. Я не соблазнял Клару. Нет, я ее люблю. Да. И Клара меня любит. А тебя она ненавидит. Ну же, Мадарелли. Вы знаете, что Падре Хуан не виноват. Вместе мы его вытащим. Хорошо. Сколько записать? Это все? Давайте, не скупитесь. У вас же в этом году неплохо шли дела. Отлично, молодец. Вечером я зайду с деньгами, да? Спасибо. Отлично. Клара, зачем ты взяла деньги? Клара, я не могу все время вносить залоги. Мама, мы единственная надежда Падре Хуана. Ладно, бери. Спасибо. Ну, конечно. Чтобы помочь любимой доченьке и ее любовнику, ты отдашь последнюю рубашку. Анна, пожалуйста. Что пожалуйста? Это же настоящий разврат. Анна, ты ненавидишь меня, но Падре Хуана ты любила. Что изменилось? Мне надоело быть страшилищим. Мне надоели ты, он, бесполезная мать, которую мне подарила судьба. Надоела эта дыра. Я молюсь, чтобы ударила молния и всех вас убила. Не слушай ее, детка. Она расстроилась из-за истории с Олмасом. Это пройдет. Пройдет, когда она кого-нибудь убьет. Он не должен выйти. Надо что-то придумать. А ты исчезни с моих глаз. Анна, дорогая. Дорогая? Как ты смеешь после всего, что ты сделала? Это ради тебя. Я не могла допустить, чтобы ты сломала себе жизнь. Не делай глупостей, Анна. Это вы сломали мне жизнь. Я тебя люблю, Анна. Врешь. Меня никто не любит. Ты про него? Ты должна научиться о нем не думать. Почему я не могу его любить? Почему? Алло? Звонят они. Ты в порядке, Тате? Да, спасибо. Соединить? Да. Это тебя, Анна. Алло? На этот раз тебя спасли. Следующий так не повезет. Мне не терпится повторить вчерашнее. Мерзавец. Больше не звони, ублюдок. Ты умрешь, Анна Гирика. Умрешь. Бросила трубку. Пожалуйста, не убивай меня. Я ведь ничего тебе не сделала. Не надо делать того же, что с ней. Ведь ты хочешь ее убить? Или ты хочешь... Если будешь держать язык за зубами, не пострадаешь. Поняла? Я буду нема, как рыба. Только не убивай. Тате? Откуда мне звонили? Это был Олмос. Где он? Он меня чуть не придушил, чтобы с тобой поговорить. Что ты ему сделала? Соедини меня с полицией. Ни за что. Я не хочу из-за тебя умереть, Анна. Привет. 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 Что ты делаешь? Клара собирает деньги, чтобы вытащить Карахи. Нужно внести залог. Извини, но это деньги для бедных. Сейчас главное, Карахи. Надо его освободить. Мечи, не будь смешной. Какая разница, десятью монетками больше или меньше? Корочка по зернышку. Мы спасем Карахи. Этого все равно не хватит. И вообще. Мне надоело ради него рисковать своей шкурой. Ты тоже должна подумать о себе. Я ему тысячу раз говорил, чтобы он бежал с Кларой. А ему все равно. Теперь еще и это. Арасио его вчера чуть не убил. Хватит меча. Имей хоть каплю чувства собственного достоинства. Ты не понимаешь, что он никогда тебя не полюбит. Твой муж на свободе. Он в любую минуту может кого-нибудь убить. А ты бегаешь за Карахи, как будто тебе все еще пятнадцать. Тебе не стыдно? Он твой брат. Ты не забыл, Санто? Нет. Я забыл о себе меча. О себе. Давно нужно собрать вещи, взять мизину и убраться из этой кошмарной, вонючей дыры. Так сделай это. И не ной целыми днями. Но если ты останешься, то помоги мне, слышишь? Девушки отдыхают. Спасибо. Отлично. Как дела, Дон Карлос? Хорошо? Отлично. Падре Хуан будет вам признателен. Большое спасибо. Мы вам благодарны. Спасибо. Кристина, как дела? Большое спасибо. Мы передадим подругу Анну. Спасибо. Целых двести пятьдесят. Я записала. Анна, если ты не принесла деньги, уходи. Спасибо. Деньги? Конечно, нет. Я пришла предупредить, что наивные люди, которые отдают последнее продажному священнику, готовому попрать все самое святое... Анна, замолчи. Не хочешь, чтобы они узнали правду? Чтобы ты могла вытащить Падре Хуана и дальше с ним развлекаться? Пожалуйста, уйди. Падре Хуан всех обманул, как и его дружок Карахи. Недаром его посадили. Его посадили, потому что он помогал людям, то есть вам. Так что решайте сами. Помочь или отвернуться от него. Он же всегда вас защищал. Ну ты и дрянь. Ради него ты готова на все. Спасибо. Можно? Да, конечно, проходи, проходи, не стесняйся. Чем могу помочь? Вы должны остановить мою сестру. Она собирает деньги, чтобы внести залог. И самое ужасное, что она их быстро соберет. А ты не хочешь, чтобы он вышел? Он не заслужил после всего, что он сделал. Он должен понести наказание. Я думаю, точно так же. И что дальше? Пусть твоя сестра соберет деньги. Куда она их понесет? К себе домой. Главное, не допустить, чтобы она добралась до участка. Ясно. Я заберу у сестры деньги. А вы сделаете так, чтобы они оба исчезли из моей жизни. По рукам. С тобой приятно иметь дело. Ох, а если бы у меня были такие дети... Не заблуждайтесь. Я не на вашей стороне, Коста. Просто на этот раз у нас совпали интересы. Только и всего. До свидания. Лурдес Берналь. Лурдес Берналь. На Б. Хорошо, спасибо. Нет, там ее нет. Это был последний шанс. Где же она, черт возьми? Алло? Да. Где? Спасибо, Тетэ. Она у Чавеса. Тетэ узнала голос, когда она заказывала билеты в Уругвай. В Уругвай? Никому ни слова, ни Муди, ни Пипо. На всякий случай. Я еду. Туда. Я с тобой. Нет, я один. Я с тобой. Теперь посидите спокойно. Вы что, забыли, где находитесь? Чтоб было тихо. Я выйду. А ты останешься здесь гнить. Это ты будешь гнить. Как твой отец. Я тебя убью. В чем дело? Что за шум? Перестаньте. Вытащи меня. Себе легко говорить. Надо было думать раньше. Вытащи меня. А вы, падра, про вас тоже забыли? Ваш друг не пришел. Странно, что он вас бросил. Карахи не придет. Тогда вы скажите нам, где он, и мы отправимся к нему сами. Я не скажу, Коста. Погляди. Что ты задумал? Молчи. Видишь, чем кончаются твои выходки? Неправильно, падра, чтобы из-за вас страдали другие. Предупреждаю. Если вы... Ты о своей невесте? Не трогайте ее. Не трогай ее. Меня от вас тошнит, слабаки. Оставьте Клару в покое. Это не я. Это вы, падре. Вы... Не смейте, не смейте. Не смейте, Коста. Не вздумайте ее тронуть. Коста! Ты столько собрала за один день? Не хватает 500 песо. Из-за 500 песо они устроят проблему? Они могут устроить и из-за одного песо. Ты права. Я не знаю, у кого еще попросить. Я поговорила со всеми. Держи. Мне не нужны твои деньги. Не будь такой упрямой. Ты опять попытаешься его убить? Не говори ерунды. В глубине души я люблю его. Хоть он и предпочел тебя. Только, пожалуйста, не говори, что я помогла. Клара, какая разница, откуда деньги? Сейчас главное спасти падра Хуана. Спасибо. Я приведу себя в порядок и пойду. Присмотри за деньгами. Да. Ты купил пистолет? Да, купил. Он с тобой? Нет, он в ящике. Можно посмотреть? Да, идем. Какой калибр? 38-й. Ты умеешь стрелять? Да, но надеюсь, что мне не придется. Тетэ, соедини меня с Тетэ. Вы не представляете, как мне приятно слышать эти слова. Но только не сегодня. Сегодня я чуть не лишилась самого дорогого. Олмус Рей застал меня врасплох и едва не убил. Успокойся, Тетэ. Полиция над этим работает. Они его найдут. Его обязательно поймают. А пока я хочу тебя кое о чем попросить. Я хочу, чтобы ты позвонила и сказала, что Карахи видели в городе. Что общего между Карахи и Олмус Реем? Олмус Рей, Карахи, сообщники. Мы ведь говорим о преступниках. Ты это сделаешь или попросить кого-нибудь другого? Нет, нет, нет. Конечно, я сделаю. Конечно, сеньор. Спасибо, Тетэ. Я знал, что на тебя можно положиться. Пока. Что ты делаешь? Не лезь. Я все слышал, Мануэль. Тогда молчи. Полиция. Большое спасибо. Комиссар, Карахи видели в городе. Отлично. Я с вами. Нет, мы справимся сами. Ждите здесь. Хорошо, как скажете. Вот именно. Аскобар, скорее. Ты не сможешь убить его здесь. Что ты сказал? Ты не сможешь убить его здесь. Это будет зависеть от него. Если он скажет, кто Карахи, останется жив. Если нет, на его место скоро пришлют замену. Мануэль, не делай этого. Фрой Лан, не лезь. Иначе первым умрешь ты. Пипа, пожалуйста. Не может быть. Пипа, иди к себе. Никто ничего не знает. Я должен ее найти. Она моя дочь. У нас и без тебя хватает проблем. Мы ее найдем. В этот раз я не буду сидеть сложа руки. Я обещаю, что я верну Аманду. Клянусь. Мизина. Мизина, позвони Лаутару. Вдруг Нена что-то узнала. Да. Тет-те, это Мизина. Соедини меня с Лаутару. Ее схватили? Кого? Нору. Я сказала Лаутару, что она учавоса. Что, Мизина? Ничего. Пипо, по-моему, у тебя есть ружье. Да, что? Что? Одолжи мне. Нашли Нору? Если да, я с тобой. Если ты дашь ружье, я верну твою дочь. Что случилось? Давать или нет? Конечно, да, Пипо. Ружье в мамином шкафу. Там же патроны и все такое. Береги Муду. Сегодня же Аманда будет дома, или я не Мизина. Мизина! Эскобар? Эскобар? Комиссар? Никого нет. Не кричи. Что вы здесь делаете? Ты нашла деньги? Конечно. Здесь все любят падре Хуана и желают ему добра. Ты уверена? Да. Ты пересчитала? Ты уверена, что деньги здесь? Да. Покажи. Не может быть. Где деньги? Верните деньги. А ты скажи, кто Карахи? Ни за что. Погляди. Они уже должны быть здесь. У нее все деньги. Я пойду. Вдруг что-то случилось. Стой. Стой. Давай досчитаем до 50. Дадим ей еще немного времени. Надо спасать Карахи. Что случилось? Коста хитростью выманил всех из участка, чтобы ему не помешали. Бежим. Коста только этого и ждет. Неужели ты не понимаешь? Он его убьет. Но нас только двое. Все равно бежим. Они поймут, что настоящего Карахи нет. Плевать. Вас не двое. Вас трое. Она там. Жди здесь, а я обойду дом. Надо вызвать полицию. Нет. Если она сбежит, мы ее больше не найдем. Осторожней. Ты тоже. Если что, кричи. Мышонок бежал по дощечке. Свалился в крынку с молоком. Бедный, бедный мышонок напился молока на всю жизнь. У него разбился животик, и мышонок взлетел, как шарик. Аманда. Привет, Аманда. Аманда. Лаутаро. Отстань от моей внучки, дрянь. Мизина, нет! Господи, я тебя чуть не убила. Мизина! Я не отдам мою дочь! Двести, триста, четыреста, пятьсот. Отлично. Это мои. Что дальше? Клара поймет, что деньги взяла ты. Плевать. Если Коста сдержит слово, будет неважно, что поймет Клара. Что вы задумали? В чем дело, Марси? Если ты еще раз меня предашь, я тебе не прощу. Я буду молчать. И правильно. Волосы растрепались. Уложи их, Марсиа. Нам скоро на похороны. Неприлично идти в таком виде. Отдай мою дочь! Отдай! Я убью обоих, если вы не оставите меня в покое. Закрой дверь немедленно. Закрывай. Не забирай ее, Нора. Я не отдам свою дочь. Мизина! 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 Ловите эту дрянь. Хватайте ее. Я сделаю так, чтобы ты исчез из жизни Клары. Интересно, как? Я тебя убью. Кого ты убьешь? Кого? Клара. Что случилось? Я предупреждал, падре. Вот и мы. Отпусти ее, сволочь. Кто Карахе? Говорите, или она умрет. Она умрет. Говорите, падре. Ну! Фильм озвучен компанией «Интрокоммуникейшнс», 2004 год. «Я верю» в своих глазах Субтитры создавал DimaTorzok